Набутов здесь. Форбс. Приглашаем ребят, журналистов, которые рассказывают о чем-то интересном, о чем они пишут. Форбс пишет обо всем на свете. И у нас сегодня дебют. Екатерина Алеева, шеф-редактор Форбс Лайв. Привет. Классная. Я называю это вкладкой, вы называете это рубрикой. Тем не менее, классная совершенно история. И потрясающая тема, которую предложила Кать на обсуждение, о чем они активно пишут, это о природе русских начальников, российских систем руководства. Как руководят у нас, как это отражается потом на семье, как это влияет на мозги сотрудников, и чем это отличается от других стран. Более демократично. Хотя более демократичной страны, чем Россия, как известно, представить невозможно. Ну, вы все сами знаете. Итак, коротко. Кать, можно с вашего позвонить? Во-первых, доброе утро. Доброе утро. Я напоминаю, что вы можете посмотреть на Екатерину в Ютубе или во Вконтакте. Помашите ручкой, да, Кать? Первый раз на радио, в конце концов. Да, я не знаю, куда смотреть, куда махать, в какую сторону нужно это делать. Смотрите в мои лживые глаза. Я помашу во все стороны. Короче говоря, я что хотел сказать. Пожалуйста, на сайте silver.ru заходите к нам и переходите на трансляцию, если вам удобнее подсматривать, а не подслушивать. Короче говоря, начнем с инфоповода. В сентябре месяце, вот совсем недавно, несколько недель назад, Сберуниверситет опубликовал очень любопытное исследование о том, что почти две трети, 72% сотрудников российских компаний регулярно сталкиваются с деструктивным, токсичным поведением со стороны начальства. В разнообразных формах. Если точнее, то в организациях, где работает меньше 500 человек, да, то есть это, по-моему, малый бизнес, да, у нас считается по классификации. Об этом заявили 74% сотрудников, понятно, там более тесный контакт, все друг друга знают. В более крупных компаниях 65%, 54% сотрудников жаловались на отсутствие эмпатии и сочувствия у руководителей, 47% говорили о том, что начальство социально изолирует некоторых сотрудников и исключает их из коллектива. 44% указали на привычку руководителей прибегать к манипуляциям, подменять понятия, искажать мысли собеседника или специально доводить их идеи до абсурда. Вот, насколько я понимаю, что вы, когда это исследование Сберуниверситета увидели, то вы решили написать и поизучать эту тему поподробнее. У вас уже вышел материал про мягких начальников, а сейчас вышла новая история про авторитарных. Да, текст уже вышел, оба текста уже вышли, и когда я прочитала это исследование, я просто подумала, что вполне возможно, это была, так скажем, моя рабочая идея, что обусловлено это некими социокультурными факторами, почему у нас такое количество руководителей авторитарных, на которых сотрудники жалуются. У нас действительно до этого еще в августе выходил текст про то, какие ошибки совершают мягкие руководители. Там была интересная мысль, что на самом деле, когда сотрудники говорят, каким они хотят видеть руководителя, там не было слов «мягкий» и «хороший», они хотели видеть в нем какие-то другие качества. Типа? Какие качества хотели бы видеть? Ну, как раз вот прислушиваться к мнению сотрудников, больше внимания уделять каким-то отношениям внутри коллектива, чтобы это не оставалось на, ну, так скажем, все на них. Вот. И поэтому я подумала, что к тому же автору... То есть вы хотите сказать, что наши сотрудники, на самом деле, подспудно желают как бы более, простите, господи, это сейчас ругательное слово, либеральных, демократических отношений в коллективе? Ну, скорее, не либеральных, а чтобы обращали внимание, на них к ним прислушивались, и чтобы какие-то, может быть, внутренние рабочие процессы, они имели значение, то есть не только то, что выполнено, а чтобы люди при этом как-то себя чувствовали хорошо, комфортно? Может, и ключевой вопрос. Они готовы для того, чтобы это происходило, просто так этим заниматься никто не будет, тратить на это свое время, энергию и так далее из начальников, знаю об этом прекрасно, они готовы отстаивать свои права, свои желания, требовать, рисковать увольнением, уходить, жаловаться, требовать соблюдения прав и так далее. По-другому не работает ни в компании, ни в обществе, ни в стране, нигде. Да, но вот это вот, собственно, вопрос, который раскрывается уже в тексте, который вышел вот у нас на этой неделе. И оба текста написал один и тот же автор, поэтому, собственно, я подумала, что можно было бы после мягкого руководителя обратиться к этой вот истории, почему так много руководителей, условно называемых токсичными. Это Анна Макарчук, она директор Центра толерантности при Еврейском музее, и она, ну, пишет такие очень хорошие, большие тексты с опорой на многочисленные исследования. И вот эта моя рабочая идея, она действительно подтвердилась, что существует, ну, условно, 4-5 факторов, которые действительно влияют на то, как у нас люди руководят людьми и как сотрудники к этому относятся. Потому что, в первую очередь, есть такое большое исследование, проведенное нидерландским кросс-культурным психологом Гертом Ховстеда и его командой. И они проанализировали то, насколько люди, так скажем, склонны к иерархичности власти, и насколько они, ну, готовы с этим соглашаться. И Россия входит в пятерку лидеров, у нее 93 пункта из 100. То есть, соответственно, в России люди к иерархии власти относятся с огромным обожением, почтением. Для них это важно, они, ну, как бы, к этому толерантны. Это выражается, например, в том, что у нас есть, ну, в армии это называется дедовщина, на работе это может называться как культ стажа, то есть я тут работаю 10 лет, значит, я знаю лучше, чем ты. — Вы знаете, вы вспомнили, извините, что я перебью, я, во-первых, хотел бы напомнить номер для связи с нами, плюс 7903-7976-333, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Мне интересно послушать, как мнение начальства, неважно какого уровня, среднее начальство, большое, в маленькой компании, в средней, в крупной корпорации. Вы какой начальник? Вот к какому стилю руководства вас подталкивает жизнь? Все-таки с людьми надо быть помягче, как-то раскрывая способности, учитывая какие-то пожелания, вот таким образом добываться эффективности, просто организуя правильно вот все эти процессы, ну, чтобы люди могли самовыражаться, или, ну, да надо, ну, я не могу использовать это слово, ну, я вот прихожу к этому стилю руководства потихонечку, хотя я очень мягкий человек, это просто нужен кнут, людей нужно кочегарить, сами они доброго отношения не понимают, вот, ну, не понимают, самостоятельно ничего сами делать не будут, их надо все пинать, ну, что, даже в творческих профессиях, бизнесах, условно говоря. Это первый момент. Второй момент, давайте послушаем сразу же, вы напишите мне и мнение со стороны про начальство, вам какой стиль комфортнее, кто ваш начальник? Скотина! Скотина! Вот, напишите прямо, можете написать, какая компания, как зовут начальника, я с удовольствием это почитаю, пожалуйста, это ваша трибуна, пожалуйтесь, пожалуйтесь, только в цензурных выражениях, если можно. Вернемся, да, обратно. Да, ну, на самом деле, хочется подчеркнуть, что обычно, даже так, необычно, очень часто люди сталкиваются с этим, может быть, они даже и не хотели бы, вот именно, что они приходят к этому, потому что весь стресс, все, что происходит во внешнем мире, они, это, конечно же, накладывает отношения, накладывает отпечаток на всех, и, может быть, человек, который даже и не хотел бы быть таким начальником и быть таким руководителем, он из-за того, из-за этого давления, вот, внешних обстоятельств, того, что происходит вокруг, у нас там в тексте была хорошая... Да-да-да, не мы такие, жизнь такая, знаем эти все, отговорки. Нет, была цитата одного из, понятное дело, что в тексте все согласились говорить только анонимно, одного из руководителей, она сказала, что у меня вот настолько сильный стресс, настолько на меня все вокруг давит, что я уже начинаю срываться в тех местах и в таких вещах, которые я понимаю, что они маленькие, но для меня это как бы символизирует уже какую-то гигантскую ошибку, и я срываюсь, и в тот момент, когда я кричу, я понимаю, что, может быть, это зря, с другой стороны, это дает мне хоть какую-то... Ты стравливаешь, ты стравливаешь. Иллюзию контроля над ситуацией. Или стравливание плохого настроения. Ну да, или ты просто сливаешь свое раздражение на того человека, который, грубо говоря, не может тебе ответить. У вас есть очень хорошая цитата в тексте, я ее даже себе пометил, что для российского цепочки управления, особенно когда это именно цепочка в более-менее там средних или в больших коллективах, свойственно с реализацией так называемой цепочки агрессии. Начальник кричит на сотрудника, сотрудник на жену, жена на ребенка, а ребенок на кота, соответственно. И вот так вот из семьи, из поколения в поколение, из десятилетия или из столетия в столетие, мы живем вот в этой гигантской цепочке постоянного абьюза. Да, но чтобы подчеркнуть, что это не только российская проблема, а интересно, что эта картинка впервые вообще появилась как иллюстрация в американском журнале аж в 1954 году. И она такая, ну, в стиле комикса, то есть это, конечно, относится не только к нам, но да, это забавно, что получается этому сейчас 2024 год, небольшая математика, 70 лет этой картинки, соответственно, минимум 70 лет этой истории, когда тот, кто выше, начинает сливать свое раздражение на того, кто под ним находится. А тот, кто ниже, насколько я понимаю, культуры отстаивать свои права, я с этого начал, ну, культура профсоюзов в России вообще отсутствует как таковая, и это сознательно не допускается, его развитие полноценные независимые профсоюзы, он как работники Боинг, компания в кризисе, они взяли на 35% зарплаты, себе отстояли сейчас, но не подняли наоборот. Ну, у нас нет такой культуры, и это, в общем, все, в том числе и наследие, конечно, советской системы и плановой экономики, вот пишут, где была жесткая иерархия, бюрократия и недоверие к инициативам снизу. Да, недоверие к инициативам снизу, это тоже один из пунктов, почему это, опять же, было исследование о том, что в России... Сейчас, я потеряла мысль, извините. Так бывает, ничего страшного, это утро. Существует такое представление о том, что неопределенность, она страшна, то есть в России толерантность к неопределенности, к тому, что что-то поменяется, она очень-очень низкая. Люди боятся того, что что-то изменится, они боятся того, что что-то изменится как глобально, так и в их жизни. То есть им хочется каким-то образом зарегулировать мир вокруг, и, то есть, может быть, как-то, ну, таким образом его укрепить, потому что страх... То есть мы как будто бы все алчим стабильности, вот, потому что страх, что этой стабильности не будет, он слишком велик. Соответственно, если страх, что стабильность не будет, у тебя есть, ты не пойдешь отстаивать свои права, потому что вот у меня есть эта работа, она хотя бы плохонькая, но есть. Я очень боюсь пойти в какой-то большой мир, где, может быть, есть эти возможности, но что там будет, я не знаю. Вот это вот страх неизвестного, страх того, что если я свою какую-то вот, ну, более-менее что-то там, шатка-валка, я работаю, ну, пооруду. Это неуверенность в себе, это пере... Это и неуверенность в себе в том числе, которая происходит из-за неуверенности в завтрашнем дне. То есть сейчас, понятное дело, эта неуверенность, она как бы еще и усиливается. Это довольно странно, потому что Россия — это страна, в которой постоянная неопределенность, постоянная череда кризисов. Даже в Советском Союзе так было, хотя, казалось бы, все жили, как бы вот родился, учился, работал, умер. Вот как бы все условно понимали, что будет через 30 лет все равно факторов неопределенности, но более там под периодом 20 лет, может быть, хоп, и опять. Сейчас они просто участились. Да, но тут я не историк, я хочу всем сказать, я не историк, я не психолог, я не социолог, я не культуролог, я редактор, соответственно, я знаю только то, что я редактирую и читаю. Но в целом, конечно же, в России даже на протяжении 20 века было огромное количество разных тотально перестраивающих общество событий, и в поколении не успевает даже в одном появиться вот это какое-то ощущение, что завтрашний день, я его могу предсказать. Как всегда говорят, что в Европе есть рестораны, которые 400 лет открыты, и одна семья им владеет. Ну, или такие вот истории. То есть ты не знаешь, у тебя через год будет ли ресторан, можно ли будет, не знаю, привозить к нему продукты, можно ли будет... Ну, не отожмут ли его и так далее. Да, ну, то есть тут этой неопределенности, ее очень-очень много, и люди, конечно же, ну, боятся и переживают, поэтому у них есть эта неуверенность, и очень легко встать, хлопнуть дверью, отстаивать свои права, быть смелым, гордым человеком, когда ты знаешь, что ты выйдешь и найдешь эту работу, и рубль не будет к доллару двести. Ребята, I'm sorry, ну, рубль к доллару, это отдельный разговор, а все же прекрасно, ну, все, кто слушает «Серебренный дождь» в ежедневном формате, уж точно знают, мы часто это обсуждаем, сейчас абсолютно, вот сейчас уж точно абсолютный рынок работника, это касается не только айтишников, кого угодно, не нравится, значит, пошел вон, иди сам работай, ручками иди работай, начальник, товарищ, я вышел, я на биржу труда, у тебя сейчас рынок работника почти по всем направлениям, что вы терпите? Если вы профессионал и объективно оцениваете свои силы, а не просто права качаете? С одной стороны, да, но вообще, если мы говорим про то, что авторитарность или руководство отчасти это советское наследие, понятное дело, что мы говорим скорее и про начальников, что это люди будут 40+, ну, ближе к 50, да, соответственно, это и сотрудники, которые, ну, скорее, старше 30, то есть, потому что... Потому что у них кредиты, дети, ля-ля-ля-ля, и ты страшишься из них. Да, конечно, нам в 22 года, но и, в принципе, люди с более четко очерченными личными границами, а все смеются над зумерами, которые не хотят работать и слушаться, и встают и уходят, если им что-то не нравится, то есть это у нас еще воспринимается как будто бы, ой, вот они капризные, но на самом деле это не капризы, просто человек умеет отставить свои личные границы, если ему что-то не нравится, он может встать и выйти, у него есть уверенность в том, что он этого достоин, у него есть уверенность в том, что он найдет работу, и... Но когда человеку... Он с детства находится в этой системе, ему в школе говорят, я учитель, я знаю лучше, ты в туалет можешь пойти, только если я тебе разрешу. каким образом он через 10 лет может встать и гордо сказать, нет, вы не можете на меня кричать, нет, вы не можете называть меня... Какое слово можно употреблять? Козел. Вы не можете называть меня козлом, вы не можете на меня кричать, вы не можете меня унижать при всех, то есть для этого ты должен расти... Да, не можете. Да, не можете, но ты для этого должен расти в культуре, где тебе не говорят все время, что ты младше, значит, ты должен слушаться. А это очень часто, даже в статье тоже об этом говорится, даже безотносительно начальства, просто внутри коллектива очень часто бывают ситуации, когда сотрудники, которые старшие, забирают себе проекты лучшие, не дают высказаться, говорят о том, что я здесь был уже 10 лет, значит, я знаю жизнь, а ты сюда пришел 2 месяца, что ты знаешь? Я согласен, человеческое общество это иерархизированная структура, мы много очень считываем, и в том числе и возраст, и пол, кстати говоря, вот у нас масса сообщений, спасибо, что вы пишете, Гать, можно мы почитаем немножко? я с удовольствием послушаю, я там увидела... Они на разные темы, но все вокруг, как бы все вокруг... Что-то про колонию, я там зацепила кроем глаза, что кто-то про колонию. А что в колонии? В колонии, вот что тебе, что армия, что школа, что тюрьма, это все жесткие, иерархизированные системы. В тюрьме еще, как правило, помноженные на иерархизированность мужского мира и взаимоотношений в нем. Армия, все то же самое. Доброе утро, Виктор, поехали подряд. И ваши гости, извините, не запомнили имя, это Екатерина Олеева, шеф-редактор Forbes Live. Привет. Запоминайте, она будет здесь часто. Ни один наемный сотрудник, ну, тут, естественно, плач Ярославный, ни один наемный сотрудник не поймет сложности руководителя, пока сам не станет там руководителем или предпринимателем. Тогда сразу отрезвляет там и налоги, и аренды, и требовательные клиенты, инфантильные подрядчики, и сотрудники, которые ждешь уже хотя бы просто исполнения своих обязанностей и уже не удивляешься этой социальной импотенции. Я на самом деле с вами полностью согласен. Я когда стал начальником в первый раз, тоже посмотрел на все абсолютно с другой стороны. Сразу переходишь в другую категорию, и у тебя ровно на 180 взгляд на многие вещи меняется. Тем не менее, как предприниматель все равно понимаю и наемных сотрудников, это постоянный стресс, поэтому я предпринимаю вся ответственность на мне. Очень хорошая тема, спасибо Марине из Москвы. Так, работал руководителем сервисов в крупной компании, достали все и начальство и подчиненные клиенты, сейчас собирая кухни и тихо, спокойно под музыку серебряного дождя и плевать на всех в прямом смысле с 25 этажа. Прекрасно. Ребят, очень много сообщений, спасибо, мы их почитаем сейчас и в нашей YouTube-паузе, у нас бизнес-новости, а затем через 5 минут вернемся в большой. Мы продолжаем наш замечательный эфир, вызывающий огромный отклик, у вас, ребят, плюс 7903-797-6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений и комментариев по нашей теме, Екатерина Алеева в гостях, шеф-редактор Forbes Live, человек, который курирует написание всех материалов в этом интереснейшей как бы рубрики или вкладки, как мы называем. Сегодня мы обсуждаем их материалы, посвященные авторитарной системе руководства в России. Плюсов, минусов, почему это так, как это работает и так далее. И собираем ваши истории про начальство, можно я прочитаю парочку? Конечно. Просто их очень много, будет неудобно. Я ради этого пришла, чужие истории послушаю. Пожалуйста. 15 лет прослужил в исправительной колонии строгого режима. Ну, это жесточайшая иерархия, вы понимаете. Уволился на пенсию из-за жесткой иерархии и уставщины. Организовал свой бизнес с либеральными порядками. Вот декомпенсация как пошла. В итоге сотрудники сели на шею полностью. Начались чуть ли не понебратские отношения. Все сломал и выстроил новые иерархические отношения бизнеса. В итоге пришло к выводу, что все-таки жесткое управление эффективнее. Возможно, это с нашим менталитетом российским связано. Дима Испенцы, поэтому не ругайте Путина. Значит, он играет как умеет. Вот он добавил. да. Значит, про рынок работника это отдельный комментарий. Это не совсем так. На каждую вакансию на Headhunter в Москве сотни и тысячи откликов. Отдельная тема для разговора. Есть направление, где работников много, безусловно, но есть огромное количество направлений, где недостаток и буквально действительно одна максимума, одна вакансия на один отклик на одно предложение на одну вакансию. Это очень мало. Должно быть соотношение один к пяти примерно. Так, секундочку. Про стресс я... Так. Доброе утро. Я был руководителем проекта. Я только требовал, что нужно для производства. Если нужно, я показывал, как нужно делать. Обучал и вдохновлял собственным примером и на меня равнялись. Мы были одной командой. Трудностей не было. Никаких шашней, сплетен и так далее. Только проект. Сейчас я работаю на себя и для себя я чудовищный начальник, пишет Александр из Москвы. Ленивый, распут... То есть ему нужен собственный начальник. Такое бывает. Ну или заказчик в данном случае. Это может быть не непосредственно начальник. Человек, который платит деньги в любом случае. Да, это дисциплинирует. А сам ты такой собранный, как только ты сам работаешь на себя, ты тут же распускаешься. Ну, конечно, не все люди просто, в принципе, и хотят, наверное, и готовы брать на себя такую огромную ответственность. То есть никто же не спорит, что это огромная ответственность, конечно, со всех сторон стресс. Об этом-то и речь. что из-за того, что такое, во-первых, у нас сложилось к самим себе отношение, из-за того, какая была история у страны, из-за того, какая у нас была 70 лет плановой экономики, где твоя инициатива и даже, может быть, твое желание что-то поменять, оно мало того, что было никому не нужно, оно могло быть и порицаемо. То есть никому не нужно было, чтобы ты менял или усовершенствовал процесс. В принципе, это даже не... Это осталось. Только про советскую систему, это же даже и про Левша, рассказ Сартыкова-Щедрина, собственно, именно об этом, о том, что человек хотел что-то поменять, он хотел как-то улучшить. И последнее, что говорит Левша перед смертью, скажите им, что не чистят они ружья, чем, по-моему, ну, чтобы они не ржавели. То есть он пытался что-то изменить, но его никто не слушал, потому что это было никому не надо. Инициатива наказуема. Да, инициатива абсолютно наказуема. И, конечно же, люди просто не привыкли к этому, не привыкли, что они могут сказать, не привыкли, что у них есть право, они не привыкли, что они могут как-то более-менее жестко себя поставить. То есть это, конечно, со всех сторон идет и снизу, и сверху, и вокруг, и сбоку. Короче, куда ни плюнь, везде клин. Да, но при этом вы пишите, вот, например, вы выделяли основные какие-то буллеты, значит, первое, это иерархия, в том числе и возрастная, и половая. Да. Да, мы страна, где все многое делают женщины, большую часть работ любых практически, кроме некоторых, там, чисто мужских отраслей. Лесков, извините, я ошиблась, Лесков, Лесков, ничего страшного. очень стыдно, я теперь... А я пропустил, моя вина, беру, беру косяк на себя. Значит, я что хотел сказать, про... У нас все-таки основную работу делают женщины, а начальство, как правило, мужчины. Ну, тут я в эти вопросы не совсем готова заходить, у нас есть Forbes Woman, и мои коллеги очень-очень много пишут о том, как чувствуют себя женщины, как сотрудники, как чувствуют себя женщины, как руководители, и с чем они сталкиваются, и какие в этом есть проблемы. то есть, это скорее нужно к ним обратиться, дождаться, когда они придут. Но дискриминация по половому признаку уже есть определенная. Ну, дискриминация есть, да, вот, собственно, в этом тексте было культ стажа о том, что последнее было исследование о том, что меньше всего услышанными чувствуют себя как раз молодые женщины, потому что они не только молодые, то есть, ну, уже как бы минус, но и они еще и женщины, то есть, условно, за столом, где сидит 10 человек, молодую женщину выслушают последний. Ну, это я упрощаю, конечно, но идея примерно такая. Я вчера смотрел потрясающий сериал «Пингвин». Да-да-да, с Колином Фаррелл. У нас была рецензия на сайте, можете зайти. Подсчитывайте на Forbes.ru, я к чему там как раз меня зацепил фразу, что он там, они разговаривают с, он мафиози, и, соответственно, с руководителем своей, ну, там, с девушкой, они в одной семье, и она ему говорит, слушай, ну, у тебя хотя бы есть член, ты можешь повышить повышение. Мы с тобой, говорят, все, как бы, прекрасно друг друга понимаем, все умеем делать, но у тебя есть член, поэтому ты можешь получить повышение. Вот. Вот так, да, к сожалению, тоже бывает, и... Да, бывает, бывает. Да. Очень интересный тезис, вот я начал, да, иерархия, патернализм, когда начальник воспринимается как фигура, принимающая не только профессиональные, но и личные решения за сотрудников, и это имеет обратную сторону, так как начальство часто влезает в твой, как это, work balance, life balance. Да, да, да. Когда, ну ты иди от работы, выходные, ну ты же работаешь, зарплату получаешь, премию получишь. Да, выходные, что ты споришь? Вопрос, имеющий отношение к еще одному исследованию, которое проводил американский антрополог, Россия, в череде других стран, я помню, что Китай тоже к ним относится, это высококонтекстуальные культуры, это значит, что у нас имеет значение не только слова, которые сказаны, а с какой интонацией это сказано, кто тебе это сказал, в каких обстоятельствах, что при этом человек имел в виду. Вот тут мелькали сообщения, кто-то написал, что начальник говорит загадками, вот это как раз, ну, к этому относится, что иногда тебе что-то говорят не напрямую, ты должен вроде как догадаться, что от тебя хотят, ты сам не понимаешь, может быть, что конкретно тебе нужно сделать. А теперь спрашивать неудобно, да, ты скажи напрямую, что хочешь. Да, 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 все решается какими-то вот этими личными отношениями, он там тебе сказал с полунамеком, ты этот полунамек считал, что-то пошел сделал, оказалось не так, ну, тебе же вроде намекали, а куда надо смотреть, и, соответственно, да, очень зависит, все в таких культурах, очень все зависит от личностных взаимоотношений, соответственно, там, если тебе человек нравится, ты с ним так поговоришь, не нравится, ты с ним так поговоришь, так задачу расскажешь, по-другому задачу расскажешь, и из этого, да, выходит то, что вот эта вот граница между твоей рабочей жизнью и личными отношениями, она достаточно размытая, и, соответственно, да, начальник это для тебя, может быть, еще какой-то, я не знаю, человек, который влияет на то, как ты себя ощущаешь не только как сотрудника, еще и как человек, он там, да, может тебе влезть в личку в выходные, и сказать, а ну-ка давай, я же знаю, что ты не занят, а что тебе сложно, то есть вот это давление из серии, ну, все здесь у нас так работают, вот это вот, все так, да, все, ну, все же, да, да, а сейчас ты, вот это давление, сейчас ты будешь подводить коллектив, это вот такие вот вещи, это манипуляции все, ты давишь не на какую-то профессиональную сторону жизни, а давишь на вот такую вот человеческую психологию, на желание там человека не подводить кого-то, ну, тебе скажут, ну, вон, они же работали в прошлые выходные, сейчас ты не выйдешь, они снова пойдут работать в прошлые выходные, так никто не должен работать в прошлые выходные, изначально, вообще, в принципе, то есть вы должны встать и сказать, я не буду работать в выходные, нет, да, учитесь говорить нет, и учитесь говорить четко, то есть, когда ты хочешь что-то сказать, это же в обе стороны работает, то есть иногда тоже человек приходит, к начальнику сейчас все несчастные руководители, пишущие сообщения, наверное, узнают эту историю, когда человек приходит, тоже непонятно, что он хочет, непонятно, что, непонятно, что ему нужно, непонятно, в чем его проблема, может быть, он, в принципе, стесняется сказать, может быть, это что-то, что можно решить очень быстро, я не знаю, какая-то ситуация, в которой ну, ну, проблемы и решения, они близко находятся, но просто никто не приходит даже не говорит, что есть проблемы. Несколько сообщений с вашего поза. Слушаю вас, переспросил себя, так как хочу уйти из госочреждения, очень хочу открыть прачку самообслуживания, кредит, правда, не одобрил, пока очень сильно расстроена. Не могу я сидеть за столом и испытывать как бы на себе самодурство начальников. В госочреждении пули спустить можно в голову. Так, в 27 лет на работе пробовал отстоять себя культурно, без криков, возненавидели и выживали. В 24 года на другой работе та же история, там, с пристрастием относиться стали. Сейчас мне 28 лет не нравится, ухожу, ни коллектив медиков, ни пациентов не исправишь, а я у себя одна. Училась 8 лет не для того, чтобы терпеть идиотов в начальстве и истеричных пациентов. Марина, Екатеринбург. Я хлопаю. Я хлопаю этому сообщению. Есть аплодисменты у нас, пожалуйста, подготовленные? Итак, специально для Марини из Екатеринбурга. Подождите. Да, криворукий. Я хлопаю сама. Готовы? АПЛОДИСМЕНТЫ Берите слова обратно. Тут же берите слова обратно. Вот как надо. Вот встаешь и уходишь. Вот как надо сначала. Извините, Дон Пабло ошибся. Рабочий момент. Так. Сейчас одну секунду вспоминает. А, это Битструпа. Потрясающий в 50-60-е годы знаменитый карикутурист Херло Битструп из Дании, да. Вот откуда этот комикс про то, как начальник срывается на подчиненном, он на жене, жена на ребенке. Получается, что этих комиксов несколько, потому что наш комикс, он американский, и его нарисовал Ричард Сарджент. То есть получается, что и в Дании была такая же проблема. Так, секундочку. Так, так ты. У нас на работе, например, прямо пропагандируют, что мы команда, проводит какие-то встречи в нерабочее время, искренне не понимает, почему сотрудники этого избегают. Я не хочу ни с кем дружить, я пришла работать и зарабатывать деньги. Ну, это тоже позиция. И, кстати, вот к корпоративной культуре тоже в тексте был интересный комментарий, что очень часто, и это тоже одна из, ну, одна из причин, почему люди не готовы в этом участвовать, что очень часто правила, которые как раз создаются для того, чтобы иметь эффект, ну, какой-то стабильности вокруг себя, в этих же высококонтекстуальных культурах, эти правила, они также легко нарушаются, потому что правила, они не для всех. Мы всегда выберем... Это мы знаем. Мы всегда выберем человеческое отношение, то есть правила есть, но это же мой друг, правила есть, но это же, ну, он нормальный чувак. Ну, то есть правила, они никогда не позиционируются у нас как то, что железно-бетонно и внутри коллектива, и для вышестоящего начальства. Очень хорошая история. Вы приводили несколько примеров, например, из армейской жизни, да, как рассказываю про иерархии. То есть в армии же есть два подхода, да, уставщина и дедовщина. Дедовщина — это вот начальник подчиненный, там старослужащий молодой, а уставщина — это диктат устава, то есть правил, прописанных в армии. И вы спросите любого армейского, что он скажет, что лучше или что хуже. Уставщина для российского человека, то есть правила всегда значительно хуже, чем дедовщина. Как всегда, по четвергам с 10 до 11, то есть еще 6 минут, лучшее деловое издание страны «Форбс Раша» под серебрным дождем. У нас в гостях сегодня Екатерина Алеева, шеф-редактор «Форбс Лайв». Интереснейшая тема, у них несколько потрясающих материалов про то, почему наши начальники такие. Да, вот, про социокультурные паттерны российского руководства, авторитаризм, ну, масса всего. Да. Очень интересно. Вы еще не... Мы вот затронули на хвосте историю, которую вы назвали... Сейчас, 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 секунду, где-то у вас очень четко. Культура не универсальных, а конкретных истин. Да, да, да. Вот это как раз речь о том, что мы всегда воспринимаем личные отношения и какие-то нюансы. Нюанс для нас всегда важнее правила. То есть есть правила, но если... Ну, человек хороший. Но я же тут уже так давно, давайте сделаем исключение. То есть это вот, да, культура исключений из правила, потому что, с одной стороны, хочется зарегулировать свою жизнь, чтобы избежать вот этой неопределенности, которой мы все так боимся, вот эта самая нетолерантность к неопределенности. А при этом нужно же как-то из вот этого огромного количества правил, которые мы себе насочиняли, искать выход. И этот выход, он как раз в том, что, ну, для нас гораздо важнее то, кто перед нами стоит, чем правила, которые написаны. И в зависимости от того, кто перед нами стоит, это правило применяется или не применяется. И так, конечно, происходит не только на работе, так происходит везде. И, ну, не знаю, ну, это обывательское мое мнение, но мне кажется, мы все такие, конечно, для нас друг, он всегда важнее закона, я не знаю, как это по-другому сказать. Да, да. Ну, конечно. Абсолютно понятейное общество. Ну, что грехотать? Ты воспитываешься в этой культуре, пиздец, отсюда и коррупция, там, и все на свете. Ты воспитываешься здесь. И необязательность применения закона, там, замечательные законы, но, так сказать, необязательные к исполнению, то, о чем вы говорите. Да, и это из поколения в поколение, из поколения. Это и есть культурный код. Да, тут есть, и это выражается, да, и в взаимоотношении между сотрудниками, соответственно, в отношении между руководителем и сотрудником, и это также нормальным воспринимается, что то, что для, ну, одни животные ровнее других, что положено... Вот лицет Йови, но он лицет Бови. Это что положено Епитер, позволено Епитер, то не позволено быку. И это тоже нормально, к этому люди нормально относятся, никто не видит в этом ничего удивительного. Он начальник, ему можно. Это абсолютно нормальная фраза, которую можно где угодно услышать, мне кажется. То есть, если ты начальник, считается, что для тебя вот эти вот правила, которые написаны, они к тебе-то, ну, наверное, и не относятся. Ты как бы их написал, они созданы, ну, не знаю, условно есть, это корпоративная культура. Но ты, конечно же, не обязательно должен к ней прислушиваться. Ты-то здесь уже давно, ты-то уже босс, ты-то уже знаешь нужных людей, которые писали этот корпоративный код. Ну, то есть, есть огромное количество исключений, которые тебя выделяют, и таким образом ты можешь давить на других, ты можешь плевать на других, ты можешь сказать человеку, ну, какую угодно вещь, про которую написано в твоем корпоративном коде, что так делать нельзя. могут ли процветать в российском бизнесе деловой среде, скажем так, да и вообще в управлении, в государственной компании и так далее, другие формы сосуществования начальства и подчиненных. Вот какой у меня вопрос. Условно говоря, западноевропейские. Вот эти вещи. Я бы не назвала. С их преимуществами недостаточно. Западноевропейским, то есть бы какая-то более либеральная история. Ну, во-первых, конечно, такие вещи встречаются, как известно, что отзывы пишут те, кому не понравилось, а не те, кому все нравится. Так что я думаю, что если бы мы просили написать истории про хороших руководителей или компаний, где все хорошо, гораздо меньшее число людей бы откликнулись. Но такие, безусловно, существуют. И, конечно, мне кажется, чем более молодой, может быть, даже коллектив, я не знаю, извините, это и джизм, но там гораздо больше людей могут как-то отстаивать личные границы и сразу общаться на каком-то уровне, который позволяет не орать. Я согласен с вами, Катюш, что вся надежда вообще на новое молодое поколение, то есть до 30 лет. Очень хочется верить, что они, в общем, что-то смогут здесь фундаментально изменить. И в заключение короткое сообщение. Финалочка такая точная. Мама рассказала, что у них был на работе начальник, ему все носили очень важные отчеты. Сам он увлекался парашютом. Однажды он взял и уволился, ушел в парашютный спорт. А все отчеты в его кабинете обнаружили нетронутыми и сваленными за шкаф. Это, конечно, мой кумир. Да, это хорошее. Хорошего дня, ребят. Пока, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова